Приветствую всех! Мы опять снова и в который раз находимся на славянском курорте озера Вейсовое. Сегодня у нас 22 сентября 2024 год. Чуть больше 12 часов дня. На улице тепло до 30 градусов. Туч на небе не наблюдается. Солнышко светит. Отражается в воде. Вода относительно теплая. Может мы к ней уже привыкли, адаптировались. Но, как по мне, купаться еще можно. И люди поприходили. Какой-то кустарник цветет. На нем муха-журчалка. Она же пчеловодка. Еще как-то называют по-другому. Похоже на пчелу, но это муха. Такая вот интересная. Людей поприходило достаточно много. Сегодня воскресенье. Хотя вот с утра, когда мы собирались, что-то бахнуло в сторону курорта. Может где-то дальше. Подымался даже дым небольшой. Потом еще, когда уже шли, еще раз что-то бахнуло. Было так же громко, но чуть по-другому. Не знаю где. Это уже позже, возможно, в новостях почитаю. Потом сообщу. Или вы сами посмотрите в интернетах. Информация всегда появляется чуть позже. Более детально, что и как, где и почему. Такая вот интересная спортивная площадка. Можно здесь позаниматься спортом, гимнастикой. Домик для птицы. Еще один на дереве. Так вот выглядит пляж. Люди хотя и поприходили, но все равно в воде купаются изредка. В основном сидят на пляже. Как-то пытаются по этой погоде, по этому солнцу загорать. Не знаю, получается или нет. Все-таки осень, конец сентября. Сильно не позагораешь. Может, какие-то другие причины сейчас отдыхать в это время на пляже. Сегодня, например, осеннее равноденствие. Большой праздник. День не равняется ночи. И поэтому, скорее всего, некоторые люди поприходили провести этот праздник ближе к воде, ближе к осеннему солнцу, к солнечным лучам. И таким вот образом прикоснуться к матушке природе. Возможно, это основная причина. Вот кто-то поприходил с собаками. Они вот позабегали в воду, плавают, играются, купаются. По шею почти позаходили. Только вот не ныряют. А так вот почти как люди. Тоже любят воду, покупаться, погулять на природе. Интересно, конечно, понаблюдать за этими животными. Как они бегают, играются, слушаются или наоборот не слушаются своих хозяинов. Вот собачка вынесла мячик, бросила. Ей там какие-то команды, возможно, дают или нет. Но берет вот зубами и бежит куда-то. Такие вот искусственные волны я сформировал возле берега. Гоняю их с воды на берег. А они возвращаются обратно в воду. Скатываются по берегу назад. Вода относительно чистая. Дно, как видите, на сантиметров 20 видно. Может даже 30-40. Дальше там, конечно же, не очень. Все прозрачно. А возле берега можно видеть свои ноги под водой, пальцы рассматривать, гуляя по этой теплой воде. Магазинчики позакрывались, павильоны. Не все, конечно, но большинство закрыты. В некоторых еще что-то продают. Такое вот яркое осеннее солнце светит. Чуть-чуть греет. Уже собрались, будем по чуть-чуть идти домой в сторону города. Некоторые люди, как видите, разместились возле магазинов, на лавочках. Остальные, как обычно, на пляже. Кто-то под домиками, а кто-то просто на песке. Маршрутка поехала, кого-то тоже отвозить домой или на работу. Такое вот небо без туч и без дыма, который уже, как обыденность, почти каждый раз приходишь на пляж, что-то додымит. Сейчас, вот так посмотрел, ничего пока не видно. Собака в воде плавает возле столба. На берег, скорее всего, пошла уже. Люди еще некоторые сидят на пляже. Да, отдыхают свои последние отпускные дни или просто выходные. Как-то проводят свое свободное время. Раньше никогда так поздно не приходил на славянский курорт плавать. А вот в этом году, последние 20-е числа сентября, вот ходим. И вода, можно сказать, не такая уж и холодная. В этом году почему-то. Лето без дождей, жарко было, поэтому вот так. Все-таки дым появился. Уже почти уходили и увидели вот с спортивной площадки дым. Что-то где-то, как обычно, вдали, за горизонтом дымится. Непонятно что, непонятно почему. Ну, вот такой вот небольшой столбик черного дыма. Это уже как правило. Когда находишься на курорте, увидишь где-то вдали дым. То лес где-то горит, то какие-то строения, дома. И вот это все наблюдается потом оно. Сюда эта гарь доходит. Дышать этим приходится. Возможно, оно не настолько и вредное, конечно же. Но все равно опасно. В Киеве, когда был дым, смог, там прямо так люди перепугались. Будто это что-то супер-катастрофическое для здоровья миллионов жителей столицы. А у нас это практически каждую неделю бывает над городом. Задымленность какая-то от горящих лесов. Думаю, жители города уже к этому привыкли. Так вот выглядит дорога. Между двух озер очень стала она широкая. Пляж вдали. Там люди еще отдыхают. А в начале лета тут даже было такое соединение между озерами. Надо было бы его переступать через мостик. А сейчас уже огромная трасса, шоссе в одну сторону. Как оно все меняется. Когда ходишь изо дня в день, из недели в неделю, это все замечаешь. Изменение природы буквально и прямо на твоих глазах. Всем желаю хорошего, конечно же, настроения. Хорошего времяпровождения. Удачи. И, конечно же, до скорых встреч. Пока. Пока.